Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, я аркхаусница, я меньше обращала внимание на массовую культуру Эпоха побед для блокбастеров оказалась недолгой Вечная спячка Кинематограф России вступает в 21 век Что такое те самые нулевые, которые продолжаются и в тех десятых, и начавшихся 20 век Как повлияло на нашу жизнь, на то кино, которое мы делаем, которое мы смотрим, которое мы любим или ненавидим Все то, что было в конце Советского Союза и в 90-х Бум VHS-кассет Переход с пиратского контента на легальный Рост зрительской популярности отечественного и, конечно, не только отечественного кино Появление новых прокатчиков и новых продюсерских компаний Развитие фестивального рынка Впрочем, рынок лета, об этом мы сегодня тоже будем, конечно, говорить Я должен сказать, что очередной круглый стол искусства кино поддерживает фонд VAC Который в своем новом культурном пространстве, оно вот-вот откроется ГЭС-2 готовит специальную программу, посвященную постсоветскому кинематографу Это наша тема, тема искусства кино Сегодня в кинематографе нулевых будем разбираться с участниками нашего круглого стола У нас в гостях режиссер Бакур Бакурадзе Продюсер и президент кинотавра Александр Аднянский И редактор искусства кино, киновед и историк Елена Стишова Вести и модерировать дискуссию буду я, главный редактор журнала искусства кино Антон Долин Приступим В 1998 году Россия с трудом справлялась с дефолтом Резким падением курса национальной валюты Несмотря на кризис, рынок кинотеатрального показа продолжал демонстрировать уверенный рост С 2000 года массово открывались кинотеатры А кассовые сборы начали неуклонно расти Так Россия вступила в эпоху нулевых Начнем с того, что такое то самое кино нулевых Из чего оно складывалось и главное из чего оно вылупилось Как оно родилось Так получилось, что политическая точка отсчета для начала 21 века В России была ну более чем явной Сменилась политическая власть Почти сразу возникли на уровне таких мемов эти слова Стабильность и так далее и тому подобное Стало понятно, что мы все пытаемся верить в новую другую Россию В чем-то это оправдалось, в чем-то это не оправдалось Но был взят некий курс обществом глобально И вскоре мы начали видеть, как это влияет на кино Стали появляться те фильмы, на которые по-другому реагировали и игроки индустрии, и просто зрители Как вы думаете, что является главным и, главное, первым характеризующим признаком тех нулевых годов, которые наступили? Почему стало ясно, что ситуация изменилась, что мы вступили в некую новую эпоху? Для меня, в общем-то, 21 век в кино начался чуть пораньше А именно, наверное, с 99 года, когда весь киномир просто широко раздянул рот и ничего не понял в фильме Германа... Хрусталев в машину Да, Хрусталев в машину Ну, потом эта ошибка была исправлена Ну, у нас ведь на Руси как? У нас то вообще вот голяк, то вдруг прямо, как в этом анекдоте про Сальву И тут пошло-поехало Уже в 2000 году вышел очень такой громкий и заявивший о себе фильм по сценарию Сорокина в исполнении Саши Зельдовича «Москва», который обратил на себя, конечно, внимание И критика немножко оторопела, но это было очень яркое произведение И дальше... Также очень интересный момент, что это был первый публичный скандал околоцензурного свойства Некие народные массы стали требовать запрета или ограничения показа в связи с тем, что там матерная лексика До этого не было ни разу, кинематург в 90-х был в каком-то смысле бесцензурным, и это как-то оправдывалось, видимо, тем, что... А вот я даже этого не знала А вот тем не менее Ну, ничего, народные массы, они не смотрели этот фильм, но там не только была матерная лексика Да, и народные массы Там были ещё кое-какие дискурсы непопулярные ещё у нас, а сейчас у нас уже всё популярно И дальше, что называется, пошло-поехало, один фильм за другим Ну, уже третий год, это уже возвращение Звягинцева Фильм Хлебникова и Попогребского, его дебют Коктебель Их дебют Коктебель, который получает гран-при на российском фестивале И это тоже, в московском фестивале, и это тоже, значит, всенародный праздник Наконец-то наше кино проснулось Потом уже Попогребский делает простые вещи Фильм как бы простенький, но, на мой взгляд, очень любопытный и необыкновенно важный И ещё, и дальше просто уже нет числа И «Водитель для веры» Чухраева ходит И появляется фильм «Русская» и незнакомая, теперь хорошо уже знакомый И теперь же ветеран Велединский, его автор Мне казалось, что вот наконец-то у нас что-то началось И что вообще, наверное, вот этот 20-й век будет золотым веком для нашего российского кино 21-й То есть 21-й 21-й Что оно, наконец, возродится И что, ну, это будет, как всегда Будет настоящее проблемное кино И что я вам должна сказать? Что мы тогда в журнале «Искусство кино» Каждый первый номер у нас был огромный круглый стол Вот я его даже притащила один, мне поленилась распечатать Где мы обсуждали итоги предыдущего года Я вот сейчас чуть не со слезами всё это читала Потому что было о чём говорить и спорить Были фильмы, которые вызывали очень мощную реакцию И, ну, раз, полярную реакцию А сейчас, ну, что я вам должна сказать Сейчас таких фильмов, ну, практически нет И самое главное Критика уже ни о чём не говорит и не спорит И очень резко чувствуется такая Деинтеллектуализация и критики И вообще всего нашего пространства Вот очень кратко мои ощущения И больше того ещё Ну, естественно, я архаусница Я меньше обращала внимания на массовую культуру И неправильно делала Но 2004 год, знаковый год Когда появляется ночной дозор Ещё помню, что я 1 января с утра пораньше встала После Нового года и попёрлась в киноцентр Которого уже нет на свете, в кинотеатрах Смотреть на втором сеансе Этот самый ночной дозор Но не могу сказать, что я ощутила всю мощь этой вещи Я не поняла, что вот этот блокбастер Это вещь очень вирусная, страшно заразительная И что дальше Появятся очень скоро Последователи блокбастерята Потому что каждый захочет сделать блокбастер И всё от того, что я, конечно, нифига не понимала, что такое рынок Ну и очень мало кто из нас тогда понимал Что такое действительно рынок Что такое капитализм И что это гораздо лучше, чем недокапитализм В котором мы практически живём 90-е годы мы обсуждали здесь с Сергеем Сельяновым Говорили как раз о том, насколько условны были представления о рынке И рынка не было, и главное, никто не знал толком, что это такое Мы начали этому учиться в нулевых годах И обязательно сегодня поговорим в третьей части нашей программы подробно об этом Мне очень нравится, что Елена Михайловна сказала про фильм «Крусталёв машину» Кроме того факта, что я большой поклонник Германа Старшего Считаю, что это выдающаяся картина Это, конечно, было такое довольно мрачное предсказание Никем толком не прочитанное Было ощущение, что человек Мы говорили в прошлый раз про 90-е Сейчас мы говорим про нулевые Этот фильм впервые начали люди смотреть в самом конце этих самых 90-х Все 90-е, всё это десятилетие постсоветское Герман этот фильм делал С ощущением, что это первый фильм, который он, человек, много раз подвергавшийся цензуре Делает без цензуры Наконец он скажет то, что он хочет сказать Фильм, если кто не смотрел, не знает Посвящен смерти Сталина Хотя это всего лишь один эпизод картины Но, безусловно, центральный, важнейший И фильм в 98-м году абсолютно не был понят на Каннском фестивале Очень многие критики европейские о нём презрительно, пренебрежительно Очень невнимательно написали И когда фильм до нас дополз, прошёл ещё год Ещё и копия была нехорошая Был 99-й уже год, самый конец Год был очень... Год был, когда все думали, что же будет с Родиной и с нами Кто сменит Ельцина Было ощущение кризиса современного воздуха И вдруг какой-то чёрно-белый фильм про какого-то Сталина Какой Сталин? Зачем? Что это за арт-хаус? Что происходит на экране? Непонятно И проката толком не было В общем, фильм не поняли Сегодня, когда мы уже знаем, сколько раз всенародным голосованием Сталин провозглашался главным культурным деятелем И политическим в истории России Когда запретили фильм смерть Сталина в России И когда прошло ряд других каких-то явлений Стало ясно, что Герман, совершенно не услышанный вовремя, в общем-то был прав В то же время он, можно сказать, предостарёк этим фильмом От таких смелых надежд, о которых сейчас сказала Елена Михайловна На то, что сейчас начнут делать авторское кино И народ будет его смотреть и массово на него ходить Народ по-прежнему хотел совершенно другого Он хотел нового типа развлечений О которых мы опять же будем говорить Но я здесь замолкаю и передаю Александру Роднянскому слово Мне кажется, что 21 век начался как раз для меня Как не смешно это звучит, не содержательным образом А ровно тем, о чём было сказано сейчас С появлением рынка Всё-таки в 90-е годы кинематограф выживал Это было такое герметичное явление В рамках которого некие пассионарии В основном кинематографисты советских времён С очень небольшим количеством дебютов и дебютантов Приходивших в кино Продолжали бороться за высказывания Из-за права там реализовывать своё видение в кино И они делали фильмы И очень много, не случайно в 90-х годах Картин было сделано, о чём не упоминалось в Копродукции Потому что стоимость производства фильмов была крайне низкой И те небольшие деньги, которые отпускали наши международные партнёры В основном французский центр производства национального кино И существовавший тогда департамент поддержки восточноевропейской кинематографии Стали по факту сопоставимым по масштабу с Госкино Российской Федерации Центром финансирования и поддержки отечественного кино Было сделано там по три десятка фильмов На самом деле, вышеупомянутый «Хрусталёв машины» и картины Алексея Германа Да нет, очень многих, о чём говорить Просто страшно много То есть, иными словами, картины не рассчитывали на собственную аудиторию И те немногие фильмы, которые выстреливали в видеопрокате Ну, прежде всего, конечно, «Балабановские братья» Они... «Балабанов и Рогожкин» И Рогожкин, конечно Вот Сильянов... Героя 90-х Без сомнения И вот эта Сильяновская СТВ, которая вот создала эти выдающиеся такие легенды российского кино 90-х И прорвавшаяся широкая аудитория Они, по сути, остались в одиночестве Все остальные картины существовали в своём режиме Коммуникации с немногими И сделаны, ну, в общем, такой кинематограф Как когда-то называли на кинотавре первого поколения Для избранных или не для всех А вот к началу нулевых годов Ну, естественно, 21-й век начинается, как всегда, не хронологически С нулевым годом А в момент появления какого-то значимого фильма Вот с нулевых годов или с конца 90-х начал появляться рынок Рынок, который на самом-то деле создал в России Кинофильм «Титаник» Именно «Титаник», появившись на экранах, привёл в кинотеатры огромное количество зрителей Именно «Титаник» убедил некоторых предпринимателей в том, что имеет смысл инвестировать В создание сетей кинотеатров, строительство новых залов совершенно нового типа Потому что все старые кинотеатры, во-первых, не соответствующие по качеству новому типу кино Новым форматам и звука, и изображения Они уже были заняты мебельными салонами и автомобильными магазинами Здесь придётся мне вклиниться с «Маленькой реприкой» У нас много заслуженных русских кинематографистов, которые в России никогда не были или почти не были Ну, там, Квентин Тарантино, например, там, Ларс Ван Триер, Федерико Феллини когда-то Вот, безусловно, Джеймс Кэмерон один из них Это человек, благодаря которому, который сумел убедить людей в стране, где не было почти кинотеатра Что кинотеатры имеют смысл, что некоторые фильмы надо смотреть на большом экране Больше того, он это сделал три раза Он хотел сказать, что с этого начались нулевые и с аватаром К концу десятых уже все говорили, к концу нулевых все говорили о том, что кинотеатры доживают свой век И тут вышел аватар, все стали переоборудовать И заставил всех ходить на Ваймакс и так далее Всё верно, то есть, иными словами, начали появляться кинозапы Большие заслуги перед русским кинематографом Это правда И тут важно сказать, что весь русский кинотеатральный прокат был сделан не государством Он был сделан усилиями частных инвесторов Это редкий случай И до недавнего времени, и даже на сегодняшний день Там 90, условно говоря, 7% кинотеатральных сетей в России, они частные Принадлежат тем людям, которые вкладывали в них деньги И большие голливудские картины начали выходить в большой прокат И создавать зрительскую аудиторию Приглашать в кинотеатры тех молодых зрителей, которые нуждались в этом типе интертеймента Прежде всего интертеймента Естественно, в этих кинотеатрах с трудом, трудно это предположить было Увидеть возможность посмотреть картины авторские Тем более такие бескомпромиссные Ну, не конформистские, как «Крусталев машина» Но, тем не менее, возникла почва Я помню премьеру «Крусталев машина» кажется в музее кино Конечно Крошечный зальчик, Наун Клейман вместе с... Конечно, и вообще, вот именно в это время музей кино играет колоссальную роль На подготовке кадров, не случайно Извягинцев и Кричмана И очень многие кинематографисты, фактически Хлебников Они получили образование в музее кино Я тоже Ну, ты, да, я знаю Но я не кинематографист Ну, почему? Критики всегда были, частью кинематографической индустрии А вот... Да он филолог Настоящих Ну, ладно Настоящих мы знаем И наоборот, мы знаем Да, так сказать, квази-достоящих Но, тем не менее Киномузей имел колоссальное значение Играл фантастическую роль в подготовке кадров И возможности увидеть серьезное кино А вот в начале нулевых сформировался Рынок кинотеатральных экранов И вот там начали появляться русские картины Конечно, с появлением Бекмамбетовского Ночного дозора Вдруг возникла абсолютная уверенность в том Что российское кино вернулось На то место, которое занимал советский кинематограф Такого главного коммуникатора собственной аудитории То есть все поверили в возможность Убедить тех зрителей Которые ходили в тот момент в кинотеатры В основном молодая аудитория кинотеатров Киноэкранов к моменту появления Современных я имею ввиду киноэкранов К моменту появления Ночного дозора Было около трех сотен Ну смешно даже по сравнению с тем, что сегодня У нас там четыре с половиной тысячи Или чуть менее четырех с половиной тысячи Но это уже был рынок И там, условно говоря, выходили там Властелин и колец Который как раз и победил Ночной дозор в конкуренции Что сразу привлекло внимание Большого Голливуда К Бекмамбетову И за фильм «Ночной дозор» Боролись Харви Вайнштейн Ник ночи будет помянутый И компания Fox Searchlight А вот в результате победил Fox Searchlight Но я помню эти рассказы Эрнста и Максимова Которые горделиво выслушивали предложение Харви Вайнштейна Который обещал, я помню Что не просто они выпустят фильм в прокат Они попросят Квинтина Тарантино Переводить, озвучивать фильм Потому что было непонятно Как делать русскоязычный фильм В американском прокате И он вышел в американский прокат Он вышел в международный прокат Мы дико гордились Дико, я помню Я помню чувство гордости Когда на фестивале в Карловых Варах В 2004 году Куда мы привезли водитель для веры Вышедший в этом году В прокат И успешно по тем временам прошедший Вдруг увидели международную версию Fox Ночного дозора Это было впервые Fox Логотип Представляет Это было особо Другой фильм Но иными словами Появился рынок И в этих обстоятельствах И авторский кинематограф Вдруг почувствовал иные возможности Он почувствовал возможность Опираться не только на Некое количество французских продюсеров Которые только они имели право Оперировать французскими деньгами И приезжали и выбирали невест На российский рынок С кем они будут сегодня работать Как правило с лучшими режиссерами То ли Герман То ли они говорили с Балабаном Ну многие очень Длинный список А в эту секунду Вдруг появились те Кто поверили в отечественный рынок Появились собственные Дистрибуторские компании Которые начали как бы Диверсифицировать предложения зрителями Иными словами 21 век Привнес нам такую надежду на то Что кинематограф Вдруг как бы диверсифицируется Что снова появится и массовая культура Тот сегмент жанрового коммерческого кино Который позволит жить кинематографу Ну значительно более сложному И в этой ситуации Вдруг появилась такая как бы Возможность рекрутировать новых молодых В кино Пошли люди которые без специального образования Вспомнили Хлебникова с Папогребским Два человека без специального образования Вслед за ними двинулись и другие Приехали вернулись С международным образованием молодые люди Как бы Колес Хаммерики Появились выпускники ВГИКа вдруг Там Мизгирев Там Аня Меликян и так далее И они начали делать картины Все всерьез заговорили о конкуренции компаний Выросло количество продюсерских компаний Все всерьез заговорили о конкуренции дистрибуторов Появилось большое количество новых дистрибуторов Все начали не просто бороться за фильмы Парамоунта, Universal, Fox, Disney или Sony Что там было доступно А стали всерьез ориентироваться в производстве русского кино Появились вот эти самые нашинские блокбастеры Началась как бы уже конкуренция за экраны За время, за даты Чего раньше не было И в этом смысле вот родился тот кинематограф Который оказался платформой Для появления уже новых имен и новых высказываний О том каковы они Можно говорить отдельно Ну вот сейчас логично передать микрофон Бакуру Потому что он как раз один из тех самых Вот именно из этого поколения молодых режиссеров Я полагаю, что был какой-то этап, какой-то рубеж Примерно совпадавший с рубежом тысячелетий и столетий Когда те люди, которые, может быть, в 90-х И думать не думали, что они будут заниматься кино И его снимать Потому что это было очень рискованное, неприбыльное, странное дело Все-таки как-то, чертя головы, решили, что они станут режиссерами И стали появляться эти фильмы молодых режиссеров Один дебют за другим, собственно говоря, в нулевых годах И Бакур среди них Расскажи немножко и о своем опыте зрительском И о своем опыте вхождения в эту индустрию, в эту историю Как это получилось, что ты вообще стал режиссером? Значит, мне кажется, что возникновение кинематографа нулевых Я связываю возникновение этого кинематографа Все-таки с неким процессом, который был инициирован молодыми Ну, я имею в виду режиссерами, да Я не говорю о продюсерах, потому что понятно, что там продюсеры были разные Он в какой-то мере был определен тем, что все эти ребята, они учились в 90-х годах Мы когда, значит, и Папа Гребский, и Хлебников, и Петя Буслов, и Мизгирев Они, собственно говоря, ну плюс-минус год-два учились вместе со мной в Авгике, да И я помню наши ощущения, значит, мое личное ощущение было такое Я считаю, что кинематограф 90-х именно в России Он находился, ну, в какой-то определенной Сложно назвать это, там, какой-то прострационной, что ли, да В таком состоянии Вечная спячка Да, и при этом, как бы, ну, куча процессов происходила Да, развалился Советский Союз Пришла новая эпоха, которую мы все воспринимали как хаотичную Как бы мы все ждали какой-то стабильного времени И мы чувствовали вот это межвременье Такое было ощущение, что вот сейчас, вот в это время, как бы мы не хотели, мы ничего не можем сделать И правда, тогда, хоть и снимались фильмы, но в основном снимали фильмы те мастера, которые снимали до этого Дебютов я особо не помню, как бы, в это время, да Даже Балабанов, он начал снимать, по-моему, в конце 80-х годов, если я не ошибаюсь Конечно И мы обращали внимание на эти фильмы, которые выходили и Брат, и Рогожкина Но казалось, что это все не то При том, что, на самом деле, я уважаю этих авторов и Балабанов считаю большим художником И мне нравятся его фильмы и так далее Но казалось, как будто они завершают какую-то эпоху Которая должна завершиться и после которого должна начаться уже новая эпоха То есть, другими словами, я бы сказал, что была такая потребность реальностью проверить жанр Потому что кинематограф 90-х для меня это сугубо жанровый кинематограф Если не считать там отдельных, отдельные случаи, да, как мы говорим, например, там, о Германе или о Сокуране Ну, они вообще вне временной, да, в какой-то мере Можно Киру Муратову вспомнить, это отдельные фигуры И к концу 90-х годов даже было такое ощущение, что это кино уже не снимется никогда То есть, мы были такие изголодавшиеся, но у нас была куча идей у всех И мы на мир смотрели немножко по-другому И когда в 2003 году, я помню, значит, я был в гостях, и туда пошел Паша Костомаров И принес на DV-кассете, значит, два фильма Он говорит, сейчас мы посмотрим два хороших фильма При том, что к этому времени уже вышел Звягинцев Мы все его посмотрели, как-то определенным образом восприняли Поняли, что это на самом деле хороший фильм И он принес и говорит, сейчас мы посмотрим два фильма И мы посмотрели «Коктебель» и «Бумер» И я помню свои ощущения, что в тот момент у меня родилась надежда на то, что кино есть И мне кажется, что был какой-то перерыв Вы говорили про Зильдовича Зильдович я воспринимаю как некий переходный Он что-то задал, но это не было так явно и ярко, как, собственно говоря, с фильмом «Коктебель» В принципе, если меня спросить, то в 2003 году, а в 2003 году вышел, по-моему, из Вягинцев И, собственно говоря, в 2004 году выходит «Ночной дозор» Мне кажется, это самое яркое событие кинематографа 21 века в России Притом хочу еще добавить одну вещь Что из-за того, что мы не могли определиться, в каком направлении движется российский кинематограф Мы очень активно смотрели мировой кинематограф А в мировом кинематографе в 90-х начинались уже новые процессы Начиналась «Догма», появился «Дю Монтон» в 96-м году «Карантино» появился в 94-м году «Карантино» все-таки еще в жанре Я говорю о немножко нежанровом кинематографе Который давал новый взгляд на жизнь То есть было понятно, что уже герой Не нужно его вытаскивать из эпоса или из чего-то такого А он здесь у нас в жизни, и он гораздо меньше по размерам Но имеет значение такое же, как и все остальное в нашей жизни И поэтому получилось так, что мы начали уже обращать внимание на простых людей в жизни Друзья, мы делаем сейчас маленькую здесь остановку Это конец нашей первой вводной части И сейчас перейдем уже конкретно к тому, к чему сейчас реплика «Бакура» нас подвела К разговору о российском авторском кино, о кинотавре и не только С 2001 года российское кино начинает пользоваться популярностью за рубежом Регулярно получая награды на влиятельных кинофестивалях Больше всего внимания уделяется Андрею Звягинцеву Создателю «Возвращение» и «Изгнание» Каждый фильм режиссера отмечается международным киносообществом Мы продолжаем наш круглый стол, говоря о кинематографе нулевых годов Вот, и реплика Елены Михайловны У меня к вам вопрос По поводу вашего фильма «Шульстес», который получил гран-при на открытом российском кинофестивале в Сочи Это у нас был 2008 2008 А вот сегодня, что вы мне ответите на такой вопрос Вот вы закладывали некую метафору, некий второй смысл в ваш сюжет Который как бы был абсолютно, ну, простой такой Ну, вроде бы простой Ну, такой, очень простой Смотря какой вы имеете в виду Ну, то, что у вашего героя амнезия Да И что время вот с этими фотографиями, которые он совершенно случайно на них попал Вдруг начинает бреждеть какая-то память И мы так и не понимаем, а кем он был раньше, когда он до этой катастрофы А вот сейчас, когда мы его наблюдаем, он вор-карманник Но любит очень маму То есть такое сочетание несочетаемое, очень мучиливый человек Который ничего не помнит про себя Но все время у меня было, во всяком случае, такое ощущение Что есть какой-то второй план Если вы мне не отвечаете на этот вопрос, то я вам предложу свою версию Нет, вы мне предложите, конечно, свою версию Я вам скажу так, что, конечно же, когда я делал этот Ну, вы знаете, часто бывает такое, что режиссер для себя не вербализирует те ощущения, которые он испытывает И это нормально, на самом деле, да Потом все критики садятся, он это читает, и он понимает, на самом деле, что это так есть Это не умаляет ни в коем случае, мне кажется, позицию режиссера То, что человек без памяти, без своего прошлого не имеет настоящего И сложно адаптируется к будущему, как бы, да Ну, понятно, что это я понимал, собственно говоря И это я связывал в какой-то мере и со временем, как бы, да Это, конечно, особенность вообще кинематографа и постмодернизма, и рубежа 90-х нулевых, совсем не только российская Тема амнезии и беспамятства, которая присутствует и в «Шоссе в никуда», и в «Молховом драйве» у Линча Который присутствует... И в «Мементо» Помни, в «Мементо» у Кристофера Кристофера Нолана, одного из самых, наверное, важных режиссеров нового тысячелетия, как к нему не относись Присутствовал, первым был провидцем в фильме «Вспомнить все» Пол Верховен С него, можно сказать, все началось в этой новой парадигме Вот, и эта тема возникает все время Вы вот начали с фильма «Москва», что было очень мудро Это рубежная картина, очень правильная И для меня есть некая дуга от Москвы, которая прощается с этой старой Москвой Куда как бы хотят такие три сестры в Москву, в Москву все это там присутствует Это же по сценарию Сорокина, постмодернистский текст И приходит в эту абсолютно анонимную Москву фильма «Шультис» Которой нету ни прошлого, ни будущего Которая все время рисует себя вновь, все время возникает Между двумя этими городами тоже есть интересная связь Да, значит, вы назвали целую обойму американских предшественников Этой дискурса «Беспамятство» А я назову вам очень конкретно одного русского предшественника А именно Армавир Мендадзе и Абдрашитова Так вот, ваш герой Это вот человек, который утонул вместе с Армавиром А потом каким-то образом всплыл, остался жив Но он потерял память, он ничего не помнит Это человек оттуда, из того времени, которая погибла И, может быть, и хорошо, что она погибла И, может быть, даже хорошо, что его надо забыть И не надо о нем вспоминать То есть вот почему, собственно, и фильм-то вот этой своей скрытой метафорой Такое на жюри произвел впечатление, что все-таки вам А был тогда выбор, вам отдали гран-при Так что вот права я или нет, что это все-таки будет? Ну, безусловно, конечно, но это же связано со временем И много, на самом деле, было, собственно, критических статей Где говорилось именно о прикосновении ко времени Да, время сложно было, как это сказать, не учитывать В момент такого сложного переходного периода После Советского Союза, да, после 90-х годов Когда нужно было какой-то апгрейд делать в памяти Конечно же, это связь есть Ну, тогда у нас прямая здесь даже не дорога Один шаг нам осталось сделать до фильма «Возвращение» Который, безусловно, явился важнейшим ключевым фильмом Вокруг него до сих пор есть дискуссия Дискуссия заключается в том, является ли, являлся ли Андрей Звягинцев Феноменом, единичным человеком, который не учился в ГИКе Который пришел как бы из ниоткуда С продюсером-дебютантом Лесневским С оператором-дебютантом Кричманом Там дебютанты были почти все Из ниоткуда возник и победил на Венецианском фестивале Взял две награды, это тоже важно Не потому что два больше чем один, а потому что Одна это была награда за лучший фильм А другая это был Лев будущего за лучший дебютный фильм То есть это важно то, что Ну, мы не можем здесь Это символический пласт совсем отрицать И не можем не вспомнить, что за примерно полвека до того Андрей Тарковский И тоже Андрей со своим тоже дебютом У Иванова детства тоже получил Золотого льва там же в Венеции Вот, из-за чего На самом деле ужасная медвежья услуга Это совпадение Андрея с Звягинцем Стали сравнивать с Тарковским бесконечно И хваляя его, и ругая его Он, по-моему, этого и в виду не имел Но суть-то фильма, сюжет его Это человек без прошлого Про которого мы ничего не знаем Отец, который возвращается к двум мальчикам Это фотография, которая является единственным Что у мальчиков есть Серия фотографий в конце фильма Фотография, как напоминание о том прошлом Которое то ли было, то ли не было Они проглядывают фотографию и не могут на них найти отца С которым они только путешествовали Его гибель Он стирается из памяти, как будто бы его не существовало И, конечно, образ отца Которую здесь можно хоть политически, хоть метафизически Как угодно трактовать Все это тоже в фильм было заложено И напрямую передано Например, воспроизведением картины Монтени Мертвый Христос Что в Италии итальянские критики сразу считали Что такое было возвращение И насколько это был поворотный момент для российского кино Или для российского кино поворотными моментами были, как сказал Бакур Коктебель и Бумер Потому что это наше внутреннее явление А Звягинцев всегда с самого начала Своё первое явление, которое состоялось в Венеции А не в Москве или Петербурге Был немножко иномирным таким отдельным существом Я, честно говоря, полагаю его несколько стоящим острым по отношению к отечественному кинопроцессу Он не случайно И не потому что он не заканчивал в ГИК Нет, конечно, это чисто формальная деталь Это нормальная вещь Но он точно не вырос из того комплекса Таких внутренних, важных для российского В прежние времена советского кино Представление о полноценном серьезном высказывании Вот о чем говорил Бакур Потому что вот как бы Маленький простой человек, маленький человек в центре Правда, жизнь, реальность Такая, в общем, некая документальность игрового кино Все то, что было очень важно И то, что на самом деле европейский кинематограф стал Так, открыл по сути И во многом, так сказать, интегрировал И инфицировал Голливуд в свое время Это вот и проявилось не случайно Вот сейчас и Коктебель, и Бумер возникли Как такой рефлекс реальности Ну, естественно, такой художественно Препарированный Звягинцев из другого, мне кажется Звягинцев вообще не случайно Оказался таким успешным В контекстах такого международного Восприятия Потому что его фундаментом Было международное искусство Прежде всего визуальное искусство Не случайно вспомнил Монтенью Каждый его фильм опирается И здесь огромная заслуга Не только Андрея, но и всех его Команды, да Без сомнения Именно поэтому Такой труд коллективный Во главе с ним Они всегда опирались на И находили даже не референсы Как многие делают А какие-то внутренние источники Понимания и вдохновения в визуальном искусстве Будет это классическое искусство Или современное Это еще Это совсем заметно в изгнании Это в меньшей степени Заметно в его Вот в тех картинах Которым я был причастен Я имею в виду В современных там Российских Но без сомнения Но Елена Левиафан и Нелюбовь Это уже следующее десятилетие Да Я говорю Правила мы их не трогаем пока что Да И не собирался о ней говорить Я просто говорю Что в Звягинцеве Вот эта опора на Международное Такое визуальное искусство Международный язык Такой Если хотите Даже систему кодовых сигналов Она оказалась очевидной Я не очень много вижу Связи его Вот даже с такими находками И прорывами советского кино Не случайно его Проще всего было связать Для Не очень доброжелательно На него смотревших В силу Невероятного успеха В Венеции Коллег из российского кино Намного проще было связать его С Андреем Арсеньевичем Тарковским Объявить эпигоном И так сказать Увидеть во внешнем Таком стремлении Эстетизировать Вроде бы Правдивое И претендующее На достоверность И аутентичность Изображения И ткань повествования Эстетизировать его Значит ну близко к Тарковскому Не так Я и с Тарковским Не очень много вижу Общего Он очень иной Очень поверхностно Он очень иной Кроме того Уже знаем Все-таки мы с вами разговариваем Хоть и о первом десятилетии Но мы все-таки знаем И второе Мы понимаем Что у Звягина Есть свои постоянные темы И он меньше всего Мне кажется Думал о метафорах Связанных там Советским прошлом И так сказать С памятью С такими как бы Переработкой интерпретации памяти Значительно Большей степени Они в нем В нем работали И продолжают работать Важные для него Контексты Отношений там Детей с отцом И детей с родителями У него нет ни одного Фильма без этого Это важнейший Для него сюжет Вообще семья Распад семьи Конечно И зная его личную биографию Понимаешь Почему это так важно Иными словами Звягинцев Исходил прежде всего Что очень важно Для международного контекста Из своего личного опыта Что чувствовалось Это такое очень мощное Подлинное Искреннее высказывание С другой стороны Он предложил свой Современный очень язык Который легко было считывать Всем любителям Полноценных Серьезных Художественных высказываний Этот язык Который все понимали Все знали Или чувствовали И не обязательно Может быть называя Источники вдохновения Будь это Будь это Придеяние Визуального искусства Или литературы Все понимали И мне кажется Поэтому он совершенно Так и не интегрировался Во внутренний Российский кинематограф Несмотря на Какие-то усилия Его и его Близких ему людей Он не стал его Частью В то время как Условно говоря Хлебников Попогребский И все Кого назвал Бакура Включая его Без сомнения Начали на него Сыпаться Он же тоже Был теснее связан Условно говоря С Бергманом Чем с советскими Режиссерами Которые одновременно С ним что-то делали И тоже Очень Остро И сильно Особенно это конечно В зеркале чувствуется В солярисе Был связан со своим отцом С матерью С внутренним Семейным контекстом Который очень откровенно На экран Переносил Но с другой стороны И его Современники Замечательные Советские Режиссеры Тоже были связаны И с французской Новой волной Безусловно И с итальянским Реализмом Они оттуда Ну просто Они в значительно Большей степени Говорили о своих Локальных вещах А Тарковский Оказался Что важно Я например Обожаю Хуциева Один из моих Самых любимых режиссеров Понятно что он важен Для нас в значительно Большей степени Чем для международного Контекста Тарковский Из вягинцев Оказались людьми Которые говорят Об универсально Понятных вещах И не случайно Тарковский до сегодняшнего дня Самое известное Русское Кинематографическое имя За пределами России Нету Киношколы Или там скажем Кинофильской среды Синеастов Которые любят кино И смотрят его регулярно Которые не видели Фильмов Тарковского Не говорят о нем Не ссылаются на него И мы видим Самых актуальных режиссеров Сегодняшнего дня Там условно Алехандро Гонсалеса Эниериту Делающего один из Самых важных своих фильмов Я имею ввиду Ревенант Выживший Выживший Делающий с омажами Прямыми омажами То есть признаниями В любви И уважении Нескрываемыми Такими Чуть ли не цитатными По отношению К фильмам Тарковского Одновременно с этим Ну Азад Звягинсов Один из немногих Либо единственный Режиссер Попадающий в списки Режиссеров 21 века Составлял Ровно по этой причине Он понятен Ну вот Мне кажется очень интересным То что мы так Отделяем И тогда отделили Когда они вышли Одновременно Почти вышли Коктебель То в каком-то смысле Фильм Манифест Один из первых фильмов Вот этой новой волны Сделанный Попагаревским и Хлебниковым Их совместный фильм Дальше они уже делали Фильмы отдельно Друг от друга Он вышел одновременно С возвращением И это тема Путешествия Тема Отца и мальчика Это был отец И один мальчик И отец И двое мальчиков У Звягинцева Которые одновременно Отправились в путь И то и другое было Роуд-муви И то и другое было Роуд-муви Конечно в разных Интонациях По-разному устроено Но с некими приключениями И с неким символическим Метафизическим Метафорическим Подтекстом Все равно Пусть он совершенно иначе Звучал у Хлебникова Попагребского Как вам кажется Что вообще вот эта дорога Это путешествие значило Почему это вдруг совпало И одновременно так появилось Ну опять же Это можно трактовать Скорее метафизически Чем осознанную задачу Там режиссера в одном А в другом случае Что все-таки получилось Там отец и сын Здесь отец и сыновья Там отец в первом фильме В Коктебеле Он практически Они путешествуют с ребенком Вот так примерно Как у Гайдара Папа с дочкой путешествует И этот папа в общем-то Собственно и не знает Что ему делать Непонятно Он не знает У него нет пути У него есть дорога Но у него нет пути А отец у Андрея Собственно его задача Это лидер Это очень жесткий человек Дети его не знают Он приходит Чтобы дать им понять Кто такой отец И он по сути дела Ломает их об коленку У него вот такая задача Они абсолютно разные Типы личности Но что для меня важно Что и в том и другом фильме Появилась эта пара Отец и сын То есть отец и дети И вольно или невольно Это рифмуется Или в смысле Плюсуется Или наоборот Отнимается Но в общем Тема отца И тема безотцовщины Это одна из главных тем Русского и советского кинематографа Скажем во всю послевоенную Половину нашей жизни Когда тема отца И безотцовщины Они были равны И вот это вот Появление отца Это очень много значит И ведь кинематограф Тарковского И кинематограф Германа И тот и другой Это я так сказать Это трактую Как отцовский кинематограф Потому что Тарковский всегда Тоскует по отцу Который не принадлежит ему Так как хотел бы этого он Герман Все свои первые фильмы Делает по прозе своего отца Потому что Он безумно любил отца Рано ушедшего И он хочет Чтобы этот отец Остался в памяти Искусства В памяти культуры Как очень крупная фигура И когда только Он все экранизировал Что только можно Он становится Абсолютно другим художником И он снимает Хрусталев машину Главный герой Списан с его отца А отец народов Сталин умирает в кадре И мы видим эту Отцовскую тему Опять в центре Опять Необычайно Она не явная Но не обыкновенно важная Метафизическая тема Для вообще нашей культуры А вот и то Что Тарковский Вот Александр Ефимович Очень правильно сказал Что Андрей Азиагинцев Он как бы Ну не тусуется со всеми Он как-то в стороне Он как бы человек Такой мировой культуры То же самое Что мы можем сказать О Тарковском И его нынешней Невероятной Неслыханной популярности Но дело в том Что все равно И тот и другой В них есть некая Квинтэссенция Главных Дискурсов Российской Такой вот Голубиной культуры Без сомнений Которая конечно Смыкается И с мировой культурой Да, но тут еще важно Знаете что мне кажется Что Коктебеля Коктебель Сам по себе Самодостаточный фильм Вот он заканчивается В момент финальных титров Он Для меня Он не продолжается Я все понимаю Внутри этой картины Проживаю историю Она мне очень нравится Она глубокая Тонкая Блистательно сделанная В деталях У Звягинцева Фильмы открытые Они продолжают жить И прорастать В зрителе Он не отвечает Он не отвечает На все вопросы Его картины Начинаются с меньшим Количеством вопросов Чем они заканчиваются И это очень современная Очень нероссийская И очень Долго живущая Модель кино Он заставляет Зрителя Думать И проживать Жизни своих героев До сих пор Никто не знает Зачем вернулся отец Зачем он погнал И откуда И откуда он вернулся Что было Почему он заставляет Что было в коробке Что было в коробке И это было в сценарии Звягинцев же интересно Он получил сценарий От Лесневского В котором было понятно Что в коробке Что-то там происходило Это был жанровый фильм И он его переделывает Таким образом Что это ни черта не понятно И что эти мальчики Находятся в системе Такого безвоздушной Необъясненности В отношениях со своим отцом И не становятся понятными И поэтому Эта картина до сих пор живет Просто потому Что она заставляет И включает Заставляет зрителя Думать И включает его До такой степени Сильно Что ты возвращаешься к фильму И по-разному Можешь интерпретировать Для себя эти события По прошествии Разного периода времени Есть возвращение Вот Мне кажется Шульти с Бакур Это такая же Разобнутая структура Конечно В частности за счет Темы амнезии И Ты Бакур назвал Бумер Это тоже Это не фильм про отцов и детей Но это фильм про путешествия Там тоже есть Эта дорога Что очень важно Но Поправь меня если я не прав Я это путешествие вижу И в Шультисе Во-первых Москва настолько гигантский город Что он позволяет Совершать Целые дороги Не покидая его Во-вторых Это немножко Такие концентрические Круги ада В которых герой блуждает Поскольку у него нет Его самого И в-третьих Эта тема Обновления И воспоминания себя Это ведь Тема Которая рифмуется С этими отцами И детьми Которые сами не знают Куда они движутся И которые Между которыми существует Этот рубеж Отцы это прошлое Сыновья это будущее И между ними Вот этот вот Рубеж Нового тысячелетия Нового кинематографа И нового языка Который мы все ищем Ну да Если вот мы Мы сейчас пытаемся Значит Сравнить сюжеты А если не сюжеты Сравнивать А темы сравнивать Да То и Шультес И Возвращение И Коктебель И Бумер И Брат Они все находятся В зоне поиска И это связано со временем А по поводу Звягнцева Хочу сказать Что конечно же Он понятен Но на метафизическом языке Да Не напрямую Не на бытовом Да Конечно Перейдем от метафизики К очень прагматической вещи Продюсер Александр Роднянский Становится руководителем Новым руководителем Кинотавра Как это посредине Этого десятилетия Как сейчас принято Это называть Переформатируя Переделывая полностью Фестиваль Мы говорили здесь С Сергеем Сильяновым О том Чем был Кинотавр В 90-х годах Не хочу возвращаться К этой теме Но я коротко напомню Что Вот вы об этом сказали Тоже очень хорошо То что в 90-е годы Держались Кино Кино держалось Местами силы Музей кино Кинотавр Даже Дом кино Немножко журнал искусства Кино Журнал сеанс Точки силы Которые собирали людей Не было индустрии Не было зрителя Все смотрели ВИЧС кассеты С мировым кино Но были точки силы Точки сборки И Кинотавр оставался Такой точкой сборки Но он После вашего прихода Стал все-таки Чем-то другим Потому что Мне кажется Вы поймали эту волну Перемен Которые происходят В русском кино И новой странице Которая присутствует Что это было Я не буду спрашивать Пожалели ли вы об этом Приобретении За эти годы Но все-таки Наверное как-то Переосмыслили Возвращались к этому Много раз Ну откровенно говоря Мне было в тот момент Понятно Это произошло В 2004 году В 2004 году Я Приехав на Кинотавр В очередной раз Видел В силу того Что там была картина Которой я был причастен Вместе с Игорем Толстановым Как продюсерами Фильм Павла Чухрая Водитель для веры Который победил Который победил Но Из-за того что там был фильм И мы приехали С самого начала Я посмотрел всю программу В объеме Я вдруг увидел Что русский кинематограф Изменился Он стал Более разнообразным Он стал что-ли более амбициозным Он стал претендовать На понимание Зритских аудиторий Далеких от Тех точек силы О которых Только что было сказано Ну то есть Вся Интеллектуальная И Заинтересованная аудитория По-прежнему Яростно обсуждала Картины И делилась как всегда На Кинотавре тех времен На лагерях Кто за какой фильм А вот Но Ну конечно Это кстати всегда было очень интересно Но Появились фильмы Которые ставили перед собой задачу Очевидную задачу Преодолеть все-таки Границы Вот этого ареала обитания Очень небольшого И я вдруг понял что Русское кино меняется И Кинотавры Нужен не только И не столько Каковым он был В той форме вернее В какого он существовал 90-е годы А именно Такой площадке выживания Что ли русского кино Его предъявляли На Кинотавры Аудитории Журналистов Журналисты Много писали Снимали Делали передачи И фильмы Выходили на видео Кассетах Добегали до зрителя То есть Иными словами Кинотавр Был примитивно Но тем не менее И более того Даже обидно В известном смысле Инструментом продвижения Горбушки Продуктов горбушки То есть Вот этого пиратского кино Которое То есть Горбушка тоже была точкой сборки Точкой сборки Конечно Для меня После музея кино Это второе важнейшее место Откуда я кино брал И мы знали продавцов К которым подходить Все понятно Я даже некоторым привозил кассеты Купив за границу Они их переводили самостоятельно Ну вот оказывается Тоже был частью пиратского Очень давно Я покаялся Тем не менее Вот это и была жизнь Кинотавра Он как бы Продвигал фильмы Делал их известными для аудитории К 2004 году Мне показалось На тот момент И я думаю Что так оно и случилось Созрела необходимость В кинофестивале Как инструменте Что ли Маркетинга Разнообразного Российского кинематографа Сознательного Причем маркетинга Для широкой Зрительской аудитории Потребовалось Как бы инструмент Кроме всего прочего Что ли анализа Внутренней Рефлексии По отношению к тому Что происходит Показалось Необходимым Всех тех Вот на сегодняшний день Ставших Привычной нормой Для любого фестиваля Деловых форматов Будь это Круглые столы Будь это Обсуждение Семинары Там Питчинги Позднее появились Что-то Что-то Привлекло Привлекать внимание В том числе Индустрии Которые Собственно говоря И обсуждались Были Если помните Чуть ли не Боксерские Ринги На которых Критики Деляясь На лагеря И группы Дискутировали О фильмах Или наоборот Атаковали Авторов Иными словами Понадобился фестиваль Как инструмент Рефлексии Анализа И так сказать Попытки сформировать Повестку Будущего Развития И в этом смысле Как раз мне показалось Когда после показа И уже даже победы Водителя для веры В конкурсе Ко мне подошел И к Толстунову Тогдашний владелец И основатель Фестиваля Марк Руденштейн С предложением Купить у него фестиваль Забрать с него Снять с него Этот груз С которым он Неоднократно пытался Распрощаться Он был человек Эмоциональный Пассионарный Он и есть Я имею в виду В роли руководителя Кинотавра Пассионарный И ему все время Хотелось еще не просто Делать фестиваль А быть оцененным По достоинству Ему хотелось Благодарность Ему хотелось понимание А это крайне неблагодарное Вероприятие Понимание Благодарность Это не услышание От кого И самые неприятные И самые неприятные Проклятия Раздаются от фильмов Награжденных не теми наградами От авторов Фильмов Награжденных не теми наградами На которые они рассчитывали По моему опыту То есть это не главное Второе по значимости Читает Оскорбление Оскорбление Навсегда Вот Иными словами Его это крайне задевало И он пытался как-то С этим воевать Вводил какие-то инструменты призов Там президентские награды Ну чтобы все Никто не остался незамеченным Мое представление о прекрасном Состояло в том Что нужно максимально Упростить систему Сократить количество наград Оставить это в руках жюри Никаким образом не вмешиваться Они считают Это до сих пор как бы и делают Я надеюсь уже многие Все понимают Что то ровно так оно и существует И оставить индустрию Наедине с самой собой Вот пусть представители индустрии Оценивать фильмы Других представителей индустрии Обсуждают их Делают ошибки Или наоборот так сказать Кристаллизуют какие-то Самые важные темы Появились программы Кинотаврские Которые вдруг сформулировали Социальные напряжения Появились там фильмы Я помню Был фестиваль Когда Огромное количество картин Касалось там Взаимоотношений С силовыми органами Там с милицией С правоохранительными органами Сюжетов Связанных с коррупцией Там и так далее Кинотаврские программы Безусловно Много раньше Чем эти все модные течения Сегодняшнего дня Я имею ввиду конечно Гендерные скандалы Мету Компанию И так далее Вдруг сформулировали Для себя задачу Поддержки Естественно Не в ущерб Качеству кинофильмов Но поддержки Кинематографа Сделанного Женщинами Режиссерками Я имею ввиду Там были программы В которых Большая часть фильмов Больше половины Были фильмы Сделаны женщинами И так далее То есть Кинотавр Мне показалось важным Чтобы он стал Инструментом живого А какой конкурс Крыткометражный Да и мы с самого начала Было понятно Что нужно рекрутировать Молодых людей И очень много тех Кто сегодня В общем то является Лицом российского Кинематографа Это были люди Которые Начали Приехали на Кинотавр Со своими короткими Картинами Очень много можно Называть Например Бакур И Дима Мамуля И тот же Мигирев И тот же Мистецкий Нигина Сайфулаева И тот же Юрий Быков Можем продолжать И тот же Хомерики Почти все Ну так по всей Не выросли На Кинотаврском фестивале И тот же Крыжовников Практически все Приезжали с короткими Первыми картинами Потом с первыми Полнометражными Выигрывали Возвращались в жюри А были случаи Когда возвращались обратно В короткометражный конкурс Тот же Крыжовников По моему Вновь Или там Аня Меликян Ну то есть иными словами Для нас оказалось Очень важным Вот с того момента Как в 2004 году Появился конкурс Короткого кино Мы закрыли Что очень важно Для нашего разговора Конкурс Который существовал Очень долго В Сочи Международного кино То есть международный фестиваль Потому что Ну как бы я бывал сам Членом жюри Того международного фестиваля И я знал Что он не вызывает Интереса У приезжающей Кинематографической Публики Даже у кинематографической Не то чтобы у гостей Южной столицы России Нет Они вообще-то в кино Редко ходят Да и места немного К сожалению Там не такая инфраструктура Чтобы Чтобы было место Помимо кинематографистов Но Это было явно Как бы Несмотря на то что Международная программа Была очень сильной И там бывали И Панахи И Том Тыквер И Я уже не говорю Там Мощнейшие режиссеры Чего И говорить Все Кто сегодня Правят бал В мировом кино Но это не вызывало интереса Более того Стало ясно Что как это сказать Напряжение Сердце бьется В русском кино Фестивальное И поэтому Тогда я посчитал для себя Важным И мы в тот момент Были с Игорем Толстановым Это было такое Солидарное решение Что Чтобы закрыть международный фестиваль И вместо него Открыть большой Конкурс Полноценный Чтобы он развивался Короткого кино И он в результате превратился Наверное в главную часть Сегодняшнего кино Да Друзья Мы еще одну делаем Маленькую паузу И вернемся Чтобы подхватить С этого же места И про Кинотавр И наконец-то Про коммерческое кино И пресловутые блокбастера В 2004 году С выходом Ночного дозора Тимура Бекмамбетова Начинается Подъем российского Кинопроизводства Зрительные залы Снова наполняются А кассовые сборы Начинают расти На протяжении Нескольких лет Лидерами Отечественного проката Становятся Российские фильмы Продолжаем Наш круглый стол Круглый стол Искусство кино Обсуждая Кинематограф Нулевых И На самом деле Я Очень хорошо Помню Как зритель еще тогда Я не бывал еще там Собственно говоря Не был критиком Я был студентом Были 90-е годы Мы Следили за тем Что происходит на Кинотавре Эти фильмы Появлялись действительно На кассетах И Довольно долго Были годы Когда Кинотавр Это был фестиваль Где показывалось Извините Если я кого-то с этим оскорблю Все российское кино Ну то есть Вот все что сделали Все и показали Надо было снять совсем уже Какой-то зашквар Для того чтобы туда не попасть Вот Ну или совсем Не формат Он мог быть очень каким-то Авангардным Этот не формат тоже В принципе Не было вот этой роскоши Невероятной Что мы берем Авторское кино Мы берем Художественное кино А у вас блокбастер Это мы не берем Если бы кто-то сделал блокбастер То его бы С руками бы оторвали Он тоже был Совершенно необходим Но Конкурс был специальный для блокбастера Да Совершенно верно Кино для всех назывался Вот именно Для всех Не для всех Это потрясающе Ладно Не будем это обсуждать Кинотавр стал фестивалем Где отчетливо Фильмы В основном молодых режиссеров Часто экспериментальные Точно авторское кино Участвовали в конкурсе И все что вне конкурса Показывалось на площади Показывалось вне конкурса Показывалось на открытии На закрытии Сталось что Это значит что Фильмов стало достаточно много Для этого всего Вот Александр Ефимович В начале В своей первой реплике Говорил о том Что Нулевые годы Начала рождаться Появляться индустрия Для меня Это было отмечено В самом самом начале нулевых Это мы психологически Еще находились в 90х Появлением брата 2 И появлением бригады Который не являлся кинофильмом То есть по нашим правилам Как бы мы туда не залезаем Тем не менее Мне кажется что Если и Первый брат И ряд других Культовых фильмов 90х Ворошиловских стрелок Таких как бы народных Они Делались И получали свою славу Интуитивным Каким образом На ощупь в темноте Режиссеры Сценаристы Продюсеры Скали вот может быть это Потом фильм получал Некую славу И все ужасно этому Радовались Это произошло У нас получилось То И брат 2 И бригада Хотя и там в этих фильмах Тоже были свои прозрения И Бумер Это уже более-менее Отчетливо Сделанные Рассчитанные На зрительский успех Картины Я очень хорошо помню Потому что это были Мои первые годы Кинокритика И я помню что до их выхода До какой-то популярности Они уже писали и говорили Что это новое Не было еще слова блокбастера Но это вот новые Такие хиты Успешные Они в общем Бумер собрал первый фильм Который собрал миллион Конечно Конечно То есть это просто При том что это в общем авторское кино Да Вопрос Когда Диверсификация Когда разделение Начало происходить Когда стало понятно Что русское кино Достаточной степени Уже встало с колена Достаточно себя Уверенно чувствует Чтобы производить кино Авторское Которое может Иметь свой спрос И на мировых фестивалях Как имел тот же Звягинцев Да и Хлебников По-гребски И вообще Иметь свою маленькую Но аудиторию И коммерческие фильмы Которые могут обойтись Без всяких Кинотавров Или московских фестивалей И просто их полюбит Публика Будет их смотреть Как и когда это произошло Мы все понимаем Эту точку невозврата Ночной дозор Большой взрыв Но ведь была Подготовка к этому И до того И что-то было Что собственно говоря Продюсеров И режиссера Ночного дозора Тоже сподвигло на то Чтобы это сделать Или это тоже было Из области Гениальных прозрений И на ощупь Ну это было Без сомнения Плод Такой И пассионарной энергии И веры В способность Прорвать То есть романтический Романтический жест Причем не только Тимура Но и конечно Эрнста С Максимовым Которые работали На первом канале Первый канал был Абсолютным Лидером телевизионным Все 90-е годы Он задавал Тренды И прежде всего В телевидении Но в том числе И в кино И они посчитали Для себя Совершенно возможным Повторить успех Больших американских фильмов Вообще Ночной дозор На мой взгляд Стоял прежде всего На плечах Большого Голливуда В много большей степени Чем Такого русского кино Как бы главная амбиция была На мой взгляд Это показать Что мы не хуже И может быть даже и лучше А для собственной аудитории Так точно лучше Потому что вот Российский автор Имеется ввиду Сергей Лукьяненко Написавший популярные Фантастические книги Причем в начале Я помню Ребята Так сказать Думали о лабиринте отражений Потом они пришли К трилогии Да Лукьяненко был автором Уже нескольких Таких абсолютных бестселлеров И потом появился Ночной дозор И Тимур был известен Как автор Ну таких Абсолютно прорывных Рекламных роликов Прежде всего Банк Империал Которые выглядели Как маленькие кинофильмы Маленькие блокбастеры Я бы даже сказал Маленькие блокбастеры Они выглядели И соответственно казалось Что это не случайно Вот ему было предложено И он взялся И они сделали картины Которые как бы Главным аргументом В победе которых Было то обстоятельство Что в отличие от американцев Которые делают фильмы За 100 миллионов долларов Собирающие Вот такие-то деньги На российском рынке Мы собрали во-первых больше Но сделали за 4 с половиной Миллиона долларов И этот аргумент до сих пор работает И это до сих пор Нет он на самом деле Честный аргумент Потому что Безусловно для бизнеса Он вообще необходим Но там не было других Как бы обстоятельств И аргумента внутренних Мне кажется вот эта вот Энергия победы Которая начала Так сказать Формироваться После вот времени Веймарского синдрома И полного такого Внутреннего ущемления прав Не веря в то что Русское кино вообще Может претендовать На собственную аудиторию Разочарование в возможностях Отсутствие индустрии Кинотеатры разрушены Ничего нет Есть только авторское кино Которое живет за счет там Либо спорадически Появляющихся там Спонсоров Спонсоров тогда Это не были даже инвесторы Спонсоров Или там международной Продукции И спасибо там Каким-то усилиям И варятся в собственном Бульоне Никто больше не раз пробует Мы так хотим другого И вдруг уверовали В эту возможность И вот с того момента Когда один за другим А там дальше начался Отсчет Появился сначала Значит 16 миллионов Собрал больше чем Властелин колец Ночной дозор Потом В феврале Появился 2005 года Турецкий гамбит Файзиева Собрал 19 миллионов Потом в сентябре Пятого года Появился Девятая рота Собрал 26 миллионов Потом в январе 2006 года Впрочем это тоже все Или почти все Были дебюты Появился У него был Пешеварский вальс Но это совершенно Другое кино У Бондарчука дебют Ну конечно Файзиева не дебют У него было несколько фильмов И очень талантливых Кстати авторских фильмов Ну это практически Файзиевские люди начинали свою биографию Режиссерскую Сискин сискин с собаки С какого-то нового Совершенно другого листа Конечно Разучивать другой Язык Потом дневной зазор И так далее И пошла гонка вооружений И в какой-то момент Я отвечаю вот здесь на вопрос Мне показалось Что сформировалось Какое-то такое Высокомерное отношение К авторскому кино Со стороны Причастных Большому Зрительскому Оно появилось Вот такое Как бы Знаете Как в знаменитой книге О маркетинге культуры Сиблин Да О том что вот Высокобровая культура И низкобровая Ну то есть как бы Высокомерная Снопская Элитарная И наоборот Народная Да Вот И вот со стороны Значит народной В этот момент Пришла энергия Понимания того Что элитарная Ну в общем это смешно Вот настоящее И мы здесь сможем И появилось Вот это представление Которое всячески Я с ним категорически Не согласен Меня это всегда заводит Которое всячески Проповедует Тимур Бекмамедов О том что авторское кино Это просто кино Без третьего акта Вот нормальный кинематограф Это Добавь хэппи-энт И будет народное Да Добавь третий акт Разрешение героям всех проблем И хэппи-энд Они просто берут И отрезают фильм На завершении второго акта Когда у героя Все проиграно И кажется уже Некуда идти И вот оставляют Открытый финал Вот это значит Любят Называется авторское кино Это вот такое представление И вот здесь оно И сформировалось Но к сожалению Эпоха побед Для блокбастеров Она оказалась Недолгой И оказалось Что это длинный процесс Жизни Только она не бесконечная Скажем так Самое главное Оказалось что вызовы Перед этим же кинематографом Ровно такие Как перед кинематографом Авторским Это должно быть талантливо Это должно быть Релевантно Времени Это должно отражать Там характеры Должны быть живые Там должны быть полноценные Драматические Да Последний сюжет Связан с этим Вот этих Зимних каникул Был очень яркий Все таки Когда фильм Холоп Как к нему не относись Не очень массово известного Режиссера Клима Шипенко Положил на обе лопатки Картины двух очень больших Игроков Тяжеловесов Ветеранов В этом блокбастерном деле Федора Бондарчука С его большим Очень эффектным фильмом И фильм Режиссера Кравчука Самое главное Продюсеров с первого канала Союз спасения Как бы Зрители рублем Проголосовали Не за них Хотя Кому-то казалось Что это такое дело Производственное Что чем больше денег Вложишь в рекламу Тем лучше слот себе Выберешь в прокате Тем успешнее Ты будешь в прокате А вот я вам скажу Что я не поленилась И не далее Как прошлый понедельник Ухватила этот фильм Этот какой из трех Ну вот этот самый Холоп Холоп Ну и на экране Я пошла В этот Находынку В этот Большой кинотеатр Каро Авиапарк Ну и посмотрела Эту картину Там еще Все-таки были Какие-то зрители Ну Всю обратную дорогу Я не могла понять Ну Я так думала Что там есть Какой-то архетип И народ Как бы На это дело Клюет Ну нету там Никакого архетипа Я пришла к выводу Вот какому Вот это вот гонка За лидером Вот это вот значит Моление на икону Массового кино В результате И привело к тому Что зрительский вкус Он упал И вообще массовый вкус Он упал Ниже плинтуса Я не могу Сопоставить это кино Ни с чем Мне известному Скажем Из советского кино Это фантастический Примитив И более того Это на мой взгляд Это очень плохо Сделанное кино Как будто бы Люди Людей торопили Давай-давай Вот будет Рождественская поляна На которой Не будет никакой Конференции И вот Ты врубишь Свою картину И вот Она была сделана Это вы не смотрели Полицейского с Рублевки 2 Новогодний господел Ну Вот да Точно Который собрал тоже очень много Я конечно не согласен с этим Конечно Я не согласен Мне кажется что Успех очевиден Секрет успеха Он как бы Не то чтобы Легок в достижении Но он понятен Он просто оказался Единственным фильмом Из вышеназванных трех Адекватен Так сказать Задачи выхода В новогодние праздники Это чистое развлечение Комедия Люди годами привыкли Комедию смотреть Аудитория хотела Хорошего настроения Это был очевидный Их выбор Я согласен Это комедия А второе Там есть одна тема Которая на сегодняшний день Страшно важна для аудитории Это неравенство И наказание Властимущих Богатых Это существенно Это же все Абсолютно не всерьез Мне кажется что Если делать такую картину То вот этот прицел Который был взят Он правильно был взят Не нужно было из нее Мудрить ничего большего Клим Шепенко Очень профессиональный человек Он делает Разнообразные фильмы В салюте Он попытался сделать Совершенно другую картину А здесь он сделал Такую картину Это очень четкое понимание Маркетинга В данном случае картины Что касается Моей аудитории Что касается вторжения Я вот хочу Одну вещь сказать При моем огромном уважении Вопрос Огром Невероятном уважении К Федору Бондарчуку Иногда мне кажется Федор Не совсем Может соотнести Пафос Который вкладывает В картину С тем Восприятием зрителя Пафоса Который Может быть То есть У него есть вот это желание Это желание у него было И в нескольких картинах Но где-то это было оправдано Где-то он от пафоса ушел Например В девятой роте Этот пафос был оправдан В притяжении Пафоса было меньше Почти не было Почти не было И человеческий элемент Он выходил на первый план Именно человеческая история А здесь человеческая история Она уступила Место Какой-то грандиозности И пафос я имею ввиду Подача Мне очень нравится Что хотя мы переключились На другое Даже на третье Десятилетие Несмотря на это Мы остаемся В рамках обсуждения Того самого Что мне И калится сейчас Самым важным А именно Попытки судить О коммерческих фильмах Не по законам того Сколько Как просчитан маркетинг Сколько вложено денег На какие даты встали А по нормальным Человеческим законам Того о чем Говорит кино С кем оно говорит С какой интонацией Оно это говорит Это было Принципиально важным С самого начала И мне кажется Отсутствие Как раз вот этого Хайбрау Превосходства По отношению К своей аудитории Не было этого превосходства В Ночном дозоре Это был разговор С жителями многоэтажек Конечно Конечно Это сработало очень важно Как раз вокруг Многоэтажек Стали появляться Торговые центры с кинотеатрами И люди могли пойти Посмотреть про себя Как потом В фильме Притяжение Который снимался в Чертаново Они смотрели кино про себя И мне кажется Что очень сильно важно Всегда было важно Где про себя А где нет И фильмы Новые блокбастеры Сразу разделились Ночной дозор Это было кино про нас А Турецкий гамбит Это было кино не про нас Девятый рот Было опять про нас Хотя это было про прошлое Конечно Плакали люди в зале Вот А возникали фильмы Которые были Совсем не про нас Вот была попытка Фэнтези С Фильмом Волкодав Который Довольно много собрал Но не так много Как хотели его продюсеры Потому что это было фэнтези А фэнтези Скопистский жанр Это кино не про здесь и сейчас А про какой-то другой Воображаемый мир И потому он Как бы не наш жанр Мы его не умеем делать Я и говорю Это не Было какой-то не наш Был фильм побега Который зрители Отказались осуществлять Вместе с авторами Бакур скажи Ну вот мы чуть-чуть Поговорили о том Как Смотрели Люди делавшие Эти огромные фильмы И наконец Нашедшие общий язык С аудитории Как они смотрели На тех кто делает Маленькое авторское кино Скажи А ты как представитель Маленького авторского кино Ты и те кто Вместе с тобой Вам виделось В этом Какой-то Вот тоже Нашественную планетян Как в фильме Федора Бондарчука Людей с деньгами И с возможностями Которые могут захватить Возникновение коммерческого кино Конечно Большого коммерческого кино Или Ну мы Вот я лично Как бы да Не сопоставлял Эти две вещи Хотя я понимаю Разные миры Разные миры да Но это не совсем так Потому что естественно Авторский кинематограф Влияет на коммерческий кинематограф Во всем мире Во всем мире всегда Во всем мире всегда Все большие продюсеры Едут в Канны Едут на Санденс Чтобы выловить Молодых режиссеров И затащить И актеров И всех Потом Зрительский кинематограф Он очень часто Жанровый кинематограф Да и этот жанр Он постоянно Движется вперед Ну Балабанов нам Учитель в этом всем В нашем контексте Да безусловно Мне кажется что Эпоха нулевого Авторского кино Она сейчас перешла В следующую эпоху Я не знаю как его назвать Я бы назвал ее Более яркого Немножко даже вычурного кино Да вот то что было в нулевых Прикоснования к жизни И собственно говоря Практически Использование Документальных элементов Как бы да Оно сейчас ушло Весь авторский кинематограф Современный Он более жанр Он использовал Он убежал от реальности Он убежал от реальности Не отвернулся Поэтому это взаимосвязанные вещи Естественно Ну люди смотрят Следят за этим Но Такого вот Я бы не сказал что Это какое-то супер влияние Кстати интересное наблюдение Я очень надеялся всегда Что Произойдет в русском кино Как происходит в американском Что авторы Из кинематографа Который в Америке Называют независимым А мы называем почему-то Артхаузом Независимое Кино не связанное Не связанное Со студиями Не претендующее на Там Большие Коммерческие результаты Хотя по часу Их добивающиеся Авторы Рекрутируются Большим Голливудом И превращаются В главных игроков индустрии Ну конечно Нолан Выдающийся художник Без сомнения Делающий В том числе И двухсотмиллионные Кинофильмы А Кэмерон наоборот Тонкий режиссер Автор со своим языком Конечно А Кэмерон Автор Без сомнения Так вот я надеялся Что у нас будут И в какой-то небольшой части Это произошло Люди из авторского кино Попытались Шагнуть В большое Блокбастерное Не вышло Как правило Но Авторский кинематограф Оказался Подверженным Влиянию Блокбастеров И он действительно Эволюционировал В попытках Превратиться В более жанровое И доступное И потерял И искать вот эту дорожку К публике Да и потерял во многом И потерять Своё бесконтрольное место В этом наша драма Как раз вот в эти самые годы О которых мы сейчас говорим Американские словисты Позвали на Собрали Международную конференцию Которая называлась Профит По-русскому кино Профит Или профитизм Со знаком вопроса И смысл Это Мы там представляли Целый ряд картин А смысл Значит Был такой Как бы Этой конференции Что У нас Своих блокбастеров Полно Но От вас Мы ждём Русский Мистический Продукт Который Не тиражируется Почему Вы Отказываетесь От своего Великого Наследия Я думаю Получится Вот смысл Очень интересным Ответом на этот вопрос Был фильм Сакурова Русский ковчег Мы сказали о Сакурове Как о фигуре Выпадающей из всех процессов Сам по себе Вот он снимает фильм Разбышающийся Фильм Русский ковчег Который представляет собой И метафизическое Глубокое Сложное исследование Русской культуры И истории И аттракцион Поскольку он снят Одним кадром В Эрмитаже Сам показ Эрмитажа Это тоже аттракцион Особенно для иностранцев Надо понимать В России Полное непонимание Встрелил этот фильм А там успех И огромный успех Несколько миллионов долларов В прокате в Америке У этих самых Бездуховных американцев Так называемых Которые пошли смотреть Сакурова То есть Они хотят Этот русский мистический ковчег И он становится Практически Блокбастером В наших представлениях Он становился Это все-таки Уже 20 лет назад И все-таки Аудитория Что называется По-английски Академиков Словисты Люди Высокообразованные Университетская среда Конечно И собственные блокбастеры Не часто смотрят Объективности ради Не то чтобы Ну слышат о них Ну слышат о них Ну они не то есть Они высокомерные Между прочим Нет Нет Я потрясен был Когда я помню Еще был режиссером документалиста И приехал В начале 90-х На фестиваль в Нью-Йорке И мне мои друзья Там абсолютно Академическая среда Американская Да Документалист Женщина Ее муж Профессор Они пригласили меня Как сейчас помню На Терминатор вечером И я был потрясен Тогда это для нас было Нет Я люблю Терминатор Не в этом дело Но в нашей среде Представить Чтобы в подобной среде Наш профессор Там условно говоря МГУ или ВГИК Не знаю к чего угодно Пригласил бы посмотреть Терминатор Вечером Это трудно Да это зашквар Абсолютно Так вот я к чему говорю Что конечно Сейчас от русского кино Ждут того же Что и от корейского Интересного Яркого Неожиданного Понятно что национального Паразиты Показали Но тем не менее Жанровое кино Мультижанровое Режиссер до этого Снял два фильма На английском языке Не имел успеха Когда он снял Крутой фильм Внутри Полностью на корейском А корее Он оказался всемирным Этот фильм Ну потому что там еще и тематически Всемирный Тут еще и внутриполитическая ситуация Но тем не менее У нас остроумный Остроумный Ни на что не похожий Экзотичный Своеобразный Талантливый Экзотичный Но универсальный Вот это и всегда в цене Экзотичный Но универсальный Мы просто никто не в состоянии Соревноваться в блокбастерах С индустрией Оперирующей миллиардами Ну сколько бы Как бы выдающимся образом Быстро не развивались Наши компании спецэффектов Как бы многому не учились те Кто делают картины Научились очень многому На самом деле Выдающиеся достижения Подчас Технологически Но истории рассказывать Мы не умеем То же самое с анимацией Но нет Пиксара Ну более того Его нет нигде Кроме Америки Это вот Особое совершенно умение Но есть Ардман в Англии И есть студия Гибли в Японии Потому что Когда своим путем Идет нация Я ровно об этом и хотел сказать Своим собственным Да Когда есть вот Что-то на плечах Собственной культуры Вот собственный культурный код Который размыкаясь Оказывается универсальным Вот это важная вещь Но опять же Нельзя недооценивать Потребность в жанровом кино Сегодня и большие фестивали И Кана и Венеца Тоже ищут картины Которые не являются Герметичным Сложным Артовым Таким набором Кинематографических ребусов Сегодня очень сложно Таким картинам Привлечь внимание Больших кинофестивалей Все понимают Что такого рода кино Сегодня Соревноваться в кинотеатрах Во времена Когда стриминговые платформы Захватили первенство И диктуют пристрастие И предпочтение Аудитории Невозможно Тем не менее Лично я Вежу повод для оптимизма Именно в стирании Тех границ Которые так явственно У нас выстроились К концу нулевых годов Когда Стали фактически Двумя враждующими мирами Один маленький А другой гигантский Авторское кино и блокбастеры То что сегодня Условные Нетфликсы Не только сам Нетфликс Вкладывают деньги В абсолютно арт проекты Огромные И очень дорогие От Рома Куарона До Ирландца Скорсезе Например Сидящий здесь у нас Бакур Бакурадзе Который в своих фильмах Продолжает Бескомпромиссно Отставить Наверное Самый бескомпромиссный Из русских Режиссеров Даже не знаю комплимент Но по-моему так Продолжает Отставить эти принципы Во всех своих фильмах Одновременно с этим Работает Как продюсер Коммерческого Причем успешного Коммерческого кино И как я понимаю Не видит в этом Ничего абсурдного Или Мне на самом деле Интересно Я с удовольствием Делаю Вот мы сейчас Разрабатываем проект Один сериала И еще одного Сериала И так далее Я когда смотрел Netflix Я понимаю На самом деле Что это авторские проекты По сути Доведенные до зрителя Насколько российский зритель Готов Вот этот формат Смотреть в русском исполнении Я пока Не знаю Но Мы его Практически готовим Вот например Вот такой сериал Мертвого озера Прыгунова Да Там при Каких-то драматургических Допустим Нюансах В целом Это формат Который Он немножко Не русский формат Можно назвать его Там Я не знаю Скандинавским нуаром Частично Еще чем-то Но это Вымышленный Условный мир Мне кажется Года через два Зритель уже Будет готов смотреть Такие сериалы И мы тоже будем Создавать сериалы Где мир Будет полностью Вымышленным И при этом Будет осталось авторским Я думаю Что сегодня Все больше появляется Таких фильмов Которые делаются Непосредственно Для платформ В России Это конечно мы На полпути К появлению Наверное и большого кино И таких собственных платформ Но это уже тема Явно для следующего Круглого стола Сегодня у нас Напомню, что участниками Нашего круглого стола Были Александр Роднянский Бакур Бакурадзе Елена Стишова И я Главный редактор журнала Искусство кино Антон Долин Спасибо 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 Спасибо